Всем привет! Все предыдущие выпуски мы вас подготавливали к серии роликов на тему проезжая часть. Это очень важная серия, поэтому мы для начала разберем знаки. Но не все, а те, которые нужно знать и понимать. Почему мы не будем разбирать прям все? Нет, ну конечно может случиться ситуация, когда будет для велосипедиста применим знак 3.32. Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено. Но будем реалистами? Вряд ли. Также очень вряд ли велосипедист будет всерьез думать о соблюдении знака 4.6, ограничении минимальной скорости, даже если она всего жалкие 40 км в час. Поэтому сосредоточимся на тех, с которыми вы 100% столкнетесь, и вам будет необходимо понимать, как им следовать или как измениться обстановка вокруг вас из-за этого знака. Для начала немного систематизируем знаки. Вы, наверное, замечали, что они разной формы и цвета. Знаки бывают предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, знаки особых предписаний, информационные, знаки сервиса и знаки дополнительной информации. Звучит сложно, но мы повторимся. Досконально все это знать абсолютно необязательно. Тут ведь в чем дело. Скорость велосипеда гораздо ниже скорости автомобиля. И для вас, многие дорожные события, не будут неожиданности. Большинство знаков как раз направлено на то, чтобы водитель, двигающийся с большой скоростью, успел предпринять определенные действия. Начнем с предупреждающих. 1.14 1.13 Крутой подъем и крутой спуск соответственно. В процентах обозначается величина спуска или подъема. То бишь, если вы видите, что написано 8%, это значит, что дорога поднимется или опустится на 8 метров в течение следующих 100 метров. 1.16 Неровная дорога. Для велосипедиста это означает, что у водителя здесь, скорее всего, много проблем. Поэтому быть готов потесниться на обочину. Пешеходный переход. При проезде по проезжей части велосипедист должен пропускать пешеходов. Лучше всегда пропускать пешеходов. Знаки приоритета. Здесь нас интересуют знаки 2.3. Знаки примыкания второстепенных дорог. Уделяем особое внимание тем, где есть примыкание с правой стороны. Несмотря на то, что вы двигаетесь на велосипеде, вас должны пропускать автомобили, выезжающие на основную дорогу справа от вас. Запрещающие знаки. 3.9 Ну, тут вроде все понятно. Движение по дороге тебе на велосипеде запрещено. Но, если спешить и вести велосипед рядом, то можно. Движение пешеходов запрещено. Дальше нельзя даже пешком. Важный момент. Оба знака имеют силу до следующего перекрестка. Если там знак не повторяется, можно ехать, как ехали до этого. Предписывающие знаки. 4.1.4 Движение прямо и направо. Это означает, что водители, едущие за тобой, едут либо прямо, либо направо. Поэтому лучше заблаговременно их предупредить о том, куда едешь ты. О том, как именно это сделать, покажем в следующей серии. Поэтому не спеши на дорогу. Знак 4.1.6 Движение направо и налево. Велосипедисту в большинстве случаев нельзя налево. Но если совесть позволяет, то лучше предупредить водителей заранее. 4.4.1. Велосипедная дорожка. При наличии его нового знака, ты должен переехать на эту, собственно, велодорожку. Даже если она менее удобна. Даже если она более опасна. И так далее. То же самое касается знаков 4.5.2, 4.5.4 и 4.5.5. Но так как данная инфраструктура у нас довольно слабо развита, то решать тебе, пользоваться ей или нет. Однако, если вне ее тебя примут сотрудники ГБДД, ты будешь виноват. Знаки особых протисаний. 5.1. Автомагистраль. Тебе туда нельзя. Без вариантов. 5.3. Движение для автомобилей. Пока твой велосипед не стал как минимум мотоциклом, тебе туда нельзя. Точка. Знак 5.5. Дорога с односторонним движением. Нужно помнить, что не стоит ехать против движения. Нужно всегда ехать вместе с движением. Но если вы уперлись в такой знак, то вы, скорее всего, его не увидите. Потому что с другой стороны будет висеть кирпич. И никогда не поворачивайте под кирпич. 5.11.2. Дорога с полосой для велосипедистов. Только при наличии такого знака можно и нужно ехать против движения потока по своей полосе. 5.14. Полоса для движения маршрутных транспортных средств. Обожаю их. При наличии только этого знака тебе туда можно. Но если есть еще и знак 3.1, кирпич, то тебе туда нельзя. Но если есть еще табличка 8.4.13, то снова можно. И еще важный момент. Перед перекрестком на эту полосу могут выезжать другие автомобили для поворота направо. 5.14.2. Полоса для велосипедистов. Ну, с ней все ясно. А вот если не ясно, ссылка на предыдущие ролики в описании. 5.15.1. Направление движения по полосам. Очень важный и часто встречающийся знак в городе. Показывает, соответственно, количество полос и направление движения по ним. Но для велосипедиста, если полос больше двух, это практически несущественно. Так что сосредоточимся на движении по правой полосе. 5.16. Место остановки автобуса. Автобус прижмется к правой части для посадки-высадки пассажиров и перекроет вам дорогу. Будьте вежливы, пропустите автобус. 5.17. Место остановки трамвая. Трамвай останавливается, если у них нет своей полосы, прямо посередине проезжей части. На трамвай загорается спецсигнал, и все транспортные средства обязаны обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров. Пока двери трамвая не закрываются и не выключается спецсигнал, двигаться с места нельзя. 5.19. Пешеходный переход. Такой знак ставится, когда нет разметки. Зебры. Предполагается, что пешеходный переход сразу за ним. Информационные знаки. Ну, тут ничего нам особо не интересно. Разве что... Знак 6.6 и 6.7. Подземные и надземные переходы. Они очень полезны для того, чтобы пересечь железную дорогу или форсировать какую-нибудь развязку. Знаки сервиса. Их 21, и почти все из них могут быть полезны в той или иной степени. Расписывать их особого смысла нет. Они и так довольно понятны и наглядны. Ознакомьтесь сами. Знаки дополнительной информации. Их тоже рекомендуем изучить самостоятельно. Ссылка на нужный сайт в описании. Укажем на всякий случай знак 8.13. Направление главной дороги. Если вы двигаетесь по главной дороге, то показывать направление движения рукой не обязательно. Но на всякий случай. Лучше показать. Ну что, есть пословица. Не зная броду, несусь и в воду. Поэтому не зная такого необходимого минимума, как дорожные знаки, не понимая, как они работают и что с ними делать, не стоит выезжать на проезжую часть. Потому что тогда все для вас может кончиться плачевно. Что здесь будет, ребят? Да елки-палки, фокус, ловись. Снимай. Снимай. Камера, мотор. Давай. Блин, там Арсений шарится на фоне. Пускай шарится, что у тебя Арсений. Как это? Что ж такое-то, а? Как минимум понимать. Я непривычно так, я не понимаю, что ты делаешь. Боже, ладно. Ты сможет на меня, что за день. А те, которые нужно знать и понимать. И еще знак «Осторожно танки». Так он говорит, нет, полегайте актера у меня. Движение. Все понятно? Только не здесь, он где-то на уровне головы будет. Я голову не здесь. Ну где у тебя голова, ты не знаешь? Я вот так посуфлирую, что там. Из-за этого знака. Из-за этого знака. Миша, все, хуйня, давай по новой. Ты знаками не будешь говорить? Чем уже забрали? Посуфлируйте мне. Чувство знаков? Все, забыл? Направленный. Тебе, туда, нельзя. Без вариантов. Вообще. Никак. Никогда. Не лезь, дурак. Увершка. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...